Здравствуйте, я врач-стоматолог Бедоева Зарина Юрьевна. Мой рассказ в этом видео про зубы мудрости. Зуб мудрости – это третий маляр, располагающийся позади всех зубов в конце зубного ряда. Зубом мудрости его называют потому, что в отличие от остальных зубов, его зачаток закладывается на 4-6 году жизни, а прорезывается он достаточно поздно, в возрасте 17-28 лет. Нашим предкам третий маляр были крайне необходимы. Им приходилось пережевывать жесткую и грубую пищу. Челюсти их были массивными и без проблем вмещали весь комплект зубов. Рацион питания современного человека изменился. Пища стала мягкой, не требующей активного пережевывания. Отсутствие жевательной нагрузки привело к уменьшению размера челюстей. В связи с чем зубы мудрости стали не помещаться в зубном ряду. Несмотря на это, удаление зубов мудрости показано не всем. Есть случаи, когда мы их сохраняем. Сейчас я о них расскажу. Если восьмые маляры прорезались полностью в правильном положении и не вызвали скучность остальных зубов, их удалять не нужно. Не подлежит удалению зубы мудрости, если разрушен или отсутствует соседний зуб. Тогда зубы мудрости можно использовать как опору для протезирования, а проще говоря, сделать мост на восьмой зуб и шестой. Также не удаляют восьмой зуб, если отсутствует рядом стоящий жевательный эмаляр и есть возможность переместить зуб мудрости на его место брекетами. Большинству людей зубы мудрости доставляют значительное неудобство. Они сильно болят и воспаляются при прорезывании. Самая распространенная проблема – это ретенция зуба. Ретенцией называют задержку или невозможность прорезывания зуба. Она бывает полная, когда зуб находится полностью под десной или в кости и частичная, когда зуб прорезывается одним или несколькими буграми. Неполное прорезывание зуба может вызвать осложнения, о которых я расскажу далее. Первое, что рассмотрим – это перекоронит. Перекоронит – это воспаление слизистой оболочки над зубом мудрости. Он проявляется ноющими болями в области восьмого зуба, затрудненным болезненным открыванием рта. Данные симптомы могут самостоятельно проходить и повторяться с определенной периодичностью. Терапевтическое лечение состоит в промывании слизистого кармана над зубом мудрости. Если это не помогает, может требоваться хирургическое иссечение десны или, как говорят, капюшоны над зубом. Иссечение десны позволяет зубу прорезаться. Если перекоронит, долго беспокоит и не лечится, может возникнуть осложнение в виде переостита, который называют флюсом. Воспаление и гнойный процесс распространяются в глубже лежащие ткани. Такое состояние требует немедленного обращения пациента к врачу. Лечение только хирургическое и состоит в удалении зуба, скрытии абсцесса, его промывании и назначении антибактериальной терапии. Частая проблема с зубами мудрости – это скрытые кариозные полости. Кариозным процессом может поражаться как сам зуб мудрости, так и рядом стоящий седьмой зуб. Неправильно растущий восьмой зуб создает идеальные условия для накопления остатков пищи и налета. Нередко кариозные полости становятся такими большими, что лечение зубов становится невозможным и приходится зуб удалять. И последнее, о чем я хочу рассказать, связано с ортодонтическим лечением или другими словами с исправлением прикуса. Восьмые зубы могут оказывать значительное давление на соседние зубы, вызывая деформации зубного ряда. Именно поэтому причиной удаления зубов мудрости может служить предстоящее ортодонтическое лечение брекетами или капами. Также зубы мудрости могут нарушить результат уже проведенного ортодонтического лечения. Если они начинают расти после снятия брекетов, то могут сместить недавно поставленные в новое положение зубы. Поэтому очень важно следовать всем рекомендациям врача ортодонта, если требуется срочно удалять зубы мудрости. Я вам рассказала про основные заболевания, связанные с зубами мудрости, и про варианты лечения. Желаю вам никогда не испытывать зубную боль. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и пишите вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok